Здравствуйте, мои шладенькие! Сегодня я хочу поговорить с вами на тему реальных причин возникновения гингивита и парадонтита. Но чтобы лучше вам понять данную тему, я рекомендую посмотреть мое предыдущее видео на тему реальных причин возникновения кариеса. Итак, какова же настоящая причина рецессии десны? Зачастую от стоматологов можно услышать сказку, будто бы рецессия является генетическим фактором. И тут ничего не остается, как просто сидеть и ждать, когда ваши десна опустятся ниже плинтуса, и вы потеряете все свои зубки. Либо же можно услышать другую сказку, будто бы рецессия является следствием дефицита витамина С, что в некоторых случаях действительно может быть правдой. Но такое явление встречается крайне редко, просто потому что я не знаю, насколько деструктивно необходимо питаться, чтобы вызвать пиорею десен посредством дефицита витамина С. Такое явление чаще встречалось у средневековых мореплавателей, которые на долгие месяцы уплывали в открытый океан и питались в основном сухарями и вяленой свининой, при этом испытывая тотальный дефицит сырых и качественных продуктов. И такая диета действительно могла поспособствовать разрушению соединительной ткани. Но в то же время, я думаю, многие из вас наслышаны о такой диете, как корневор, где люди питаются преимущественно жареными стейками. И при этом никто из них не испытывает абсолютно никаких проблем со своими деснами, несмотря на то, что жареное мясо достаточно дефицитно на витамин С. Более того, я думаю, многие из вас помнят, что в вашем детстве витамин С не особо-таки превалировал в рационе. Ведь чем в основном питаются детишки? Это конфеты, шоколадки, чипсы, газировки и всякая вареная фигня, которой их кормят дома. Но при этом никто из детей не испытывает никаких проблем со своими деснами. А все потому, что основная причина рецессии десны, как всегда, химическое отравление. И где-то 70-80% составляющих это отравление являются вакцины. Просто потому, что каждая вакцина это не что иное, как скопище ядовитых веществ. По типу ртути, алюминия, формальдегида и прочей всякой дряни, которую даже не указывают на упаковке. Но нам интересен другой ингредиент, а именно полисарбат-80. Который разрывает муциновый слой в нашем кишечнике, ведя к так называемому синдрому дрявого кишечника. Когда защитный барьер нарушается, и тяжелые металлы из внешней среды гораздо эффективнее могут попадать в наш организм. Также полисарбат-80 разрушает гомоэнцефалический барьер, позволяя ядохимикатам из вакцин в значительной степени попасть в наш мозг. Ну и помимо этого важно понимать, что наше тело само направляет ядовитые фракции в самые жирные части нашего тела. А поскольку детишки достаточно худые, то этими жирными частями являются костный мозг, обычный мозг и всяческие железы. И такой орган, как поджелудочная железа, в значительной степени страдает от этих ядохимикатов. И поэтому такое явление, как диабет первого типа, не что иное, как отравление тяжелыми металлами из вакцин. То же самое касается гипотириоза. И в подтверждение своим словам вы можете прямо сейчас загуглить отравление фтором и гипотириоз. И вы поймете, что основная причина проблем с щитовидкой это крысиный яд, который добавляет практически во все системы водоснабжения, бутылированную воду и стоматологи используют в своих услугах. Почему же наше тело направляет ядовитые фракции в самые жирные места в нашем организме? Ну просто потому, что жир является основным хилатирующим средством, которое агрегирует ядовитые вещества, чтобы спасти остальные ткани от микроза. Элементарный пример вы можете сейчас взять пожевать чеснок, острый перец, горчицу, либо выпить стопку водки. Вы тут же обожжете себе все мягкие ткани во рту. И лучший способ снизить боль, защитить свои клетки, это выпить стакан молока. Либо если есть сливки, либо сливочное масло, либо яичный желток. И вот этот жир первым делом купирует сами ядовитые молекулы, которые разрушают ваши клетки и также защитит ваши клетки от них. Поэтому-то ощущение боли быстро и пропадает. Так вот жир в вашем организме занимается тем же самым. И поэтому мозг, поскольку это самый жирный орган, тело направляет ядовитые фракции туда. Потому что там они могут относительно безопасно находиться, не нанося колоссального ущерба вашему организму. Ну и помимо этого, еще одна из причин, почему мозг накапливает такое большое количество тяжелых металлов, это просто потому, что ему в принципе требуется большое количество минералов для нервной проводимости. Так как больше всего нейронов, которые общаются между собой с помощью электрических импульсов, находятся в мозгу. Это один из самых минерализованных органов во всем нашем теме, кроме разве что костей. И поэтому там как накапливаются хорошие минералы, так и плохие. Но поскольку мозг достаточно жирный, мы не ощущаем этого большого скопления тяжелых металлов, кроме разве что это делает человека тупым. Ведь такое явление, как аутизм, прямое следствие о вакцинации и накоплении тяжелых металлов в мозгу. Но больший ущерб мы получаем именно во время детоксикации этого тяжа мета. И такое явление, как атизм, когда болят ушки, это вот оно и есть. Удаление тяжелых металлов, которые проходя через ушные каналы, вызывают некроз тканей, из-за чего возникает боль. Потому что такое явление, как ушная сера, это один из способов удаления токсинов из мозга. Также воспаление миндалин. Это еще один из способов удаления ядохимикатов. И как раз таки воспаляются они и болят, просто потому что мозг начинает сбрасывать через них тяжелые металлы. И такое явление, как кальцифицированные пробки, это просто попытка купировать ядовитые молекулы, которые вызывают некроз тканей, которые вызывают эту боль. То же самое касается гнойной ангины. Вот эти белые пробки на задней стенке глотки, ничто иное, как большое количество жира и кальция, которым тело пытается купировать эти ядовитые вещества. Так вот, такое явление, как рецессия десен, также является детоксикацией тяжелых металлов из мозга. И в прошлом видео я уже прикладывал пример одной девушки, которую врачи до смерти затравили, но перейдя на растительное сыроедение, ее мозг начал сбрасывать большое количество ядовитых веществ. И вот этот коричневый налет, это не что иное, как большое количество тяжелых металлов, купированных кальцием и фосфором. Этот коричневый налет не от еды образуется, он выходит из преддесневых каналов. И лучше всего это понятно по верхним зубкам, потому что этот коричневый налет, он как будто бы стекает, словно как сосульки вниз. А снизу это видно, что он выдавливается из нижней части. И поэтому такое явление, как налет и зубной камень, это не что иное, как тяжелые металлы, купированные кальцием и фосфором. И именно они ваши десна и разрушают. И точно так же они создают дырки в зубах. Просто потому что в том месте не так уж и много жира, и поэтому вот эти ядовитые фракции, они достаточно оголены. И поэтому убивают, убивают ваши десна. И зачастую у людей рецессирует задняя часть нижних зубов. Я имею в виду именно десну. Почему? Потому что через слюны и железы также сбрасывается колоссальное количество ядовитых веществ из мозга. И поэтому интенсивнее всего опускается именно задняя часть с этой стороны десен. Поскольку наш мозг это самый токсичный орган, и он всячески пытается избавиться от этих ядохимикатов, все части тела, которые ближе к нему находятся, больше всего и страдают. Атид, это удаление ядохимикатов, конъюнктивит, когда у вас льется так называемый гной из глаза, это просто смесь жира и кальция, и ядовитых веществ, которые тело пытается купировать. Ангины, фарингиты, синуситы, гаймориты и прочая всякая ерунда, это всегда удаление теженета из мозга. И поэтому рецессия десны является одним из основополагающих факторов удаления тяжелых металлов, которым способствует. Я очень много изучал диких племен, и такое явление, как гингивит, парадонтит, им совершенно незнакомо. И не потому, что их рацион богат на витамин С. Я уже привел вам пример корневорщиков, у которых никаких проблем с деснами не возникает. Но на самом деле это даже не очень-то хороший показатель, потому что я не могу представить более токсичного питания, чем поедание жареных стейков. Вернее, я утрирую, понятное дело, что питание супермаркетовской дрянью это еще более токсично. Но я просто веду к тому, что поедание жареных стейков отравляет организм настолько, что у него не хватает ни сил, ни энергии выводить едахимикаты из мозга. И поэтому такого человека, как Джордан Петерсон, который перешел на корневор гингивит, который у него был практически всю жизнь, прошел на жареных стейках. Просто потому, что он себя до смерти затравил и процесс детоксикации остановился. Но я вам гарантирую, что любой из вас, кто сейчас перейдет на растительное сыроедение, либо на всеядное сыроедение, у вас десна тут же начнут рецессировать. Потому что наконец-то у организма появится энергия выводить все эти едахимикаты. И кто-то сейчас может задаться вопросом, зачем мне это? Зачем мне детоксифицировать эти яды? Ну хотя бы потому, что если вы не будете этого делать, рано или поздно это приведет к деменции и Альцгеймеру. Несмотря на то, что эти ядовитые фракции относительно купированы в мозгу, все равно ущерб они наносят. И такое явление, как рассеянный склероз и Альцгеймер, до поры до времени он никак не ощущается. Они разрушают милиновые оболочки в вашем мозгу, но боли вы не испытываете. Просто потому, что в мозгу очень мало нервных окончаний. Итак, какова же мораль сей басни? Основная причина рецессии десны это химическое отравление. И, кстати, все стоматологические услуги, они этому способствуют. Потому что, как я уже говорил в прошлом видео, ледокаин, новокеин и прочая дрянь вызывает некорост ткани. И обязательно потом поспособствует рецессии. Также стоматологические импланты по типу всякой титановой дряни и прочей фигни тоже вызывают распад альвеолярной кости и истощение всех зубов в принципе. Здесь я прикреплю человека, у которого титановый имплант стоит в ноге уже несколько лет. Как видите, картинка не очень радужная. Просто потому, что титан до безумия токсичен. Несмотря на то, что врачи говорят обратно. Но поверьте, абсолютно все, что изрегает медицинская индустрия, это ложь и профанация. И поэтому все стоматологические услуги, особенно амальганные пломбы, которые на 50% состоят из ртути. И если, кстати, у вас таковые стоят, вы можете в комментариях подтвердить, что почти наверняка с 99% вероятностью у вас есть рецессия десен. Почему? Ну, потому что ртуть разъедает ваши десна. И когда все эти ядохимикаты начинают сбрасываться через ваши преддесневые каналы в виде налета, либо зубного камня, это все уничтожает клетки. Так вот, возвращаясь к морали данного видео. Первое. Основная причина рецессии не генетика. Генетика вообще в принципе никак не может этому способствовать. Это полная чушь. Всегда удаление ядохимикатов. Второе. Это лечится. Вот вам элементарный пример. Песик, у которого была достаточно сильная рецессия, но потом всего лишь за один месяц грамотного питания он свои десны вернул на место. И вы можете сделать то же самое. Но в чем разница между этим песиком и вами? У него рецессия вызвана конкретно дефицитом питательных веществ. И стоило организму эти питательные вещества поставить, как его организм тут же все восстановил. В нашем же случае основная причина рецессии это вывод ядохимикатов. И пока эта детоксикация не закончится, ну мы свою десну вряд ли сможем восстановить. По крайней мере в полной степени. Допустим, как это происходит у меня. Меня тоже до смерти затравили врачи. У меня также наблюдается достаточно сильная рецессия. Но когда мозг сбрасывает ядохимикаты, десна опускаются. Но как только он берет перерыв, они снова поднимаются вверх. Просто потому, что я нахожусь на достаточно высокопитательной диете. Но в полной степени вернуть свои десны на место я смогу только когда все эти ядохимикаты выйдут. Так что, вот такие вот дела. Если вы хотите по-настоящему оздоровиться и перестать посещать стоматологов, которые то и дело вам врут и отравляют, то добро пожаловать на мой сайт. Ссылка находится в описании. Там вы можете подробнее ознакомиться со всей информацией, а затем взять личную консультацию, где я вам подробненько объясню, как себя вести, чтобы по-настоящему оздоровиться. Пока.